На встрече с журналистами депутат федерального парламента от Мурманской области Алексей Веллер рассказал о недавнем съезде партии Единая Россия. Но в первую очередь представители СМИ интересовали не политические достижения фракции, а вопросы, которые в городе и области необходимо решать уже сегодня. Депутат Государственной Думы хорошо знакомый с ситуацией в регионе, жесток и категоричен в оценках. Денис Прокопенко подробнее. Не актуальных вопросов на пресс-конференции не оказалось. И первый из них – очистка города от снега. В последние месяцы количество осадков в Мурманской области превысило норму. Управляющие компании со своей задачей справляются не всегда, техники не хватает. А дорожным рабочим приходится трудиться по 12 часов в сутки. Однако критической с точки зрения Алексея Веллера ситуацию назвать нельзя. Никакого коллапса с моей точки зрения в городе не было. Давайте четко выбирать и подбирать термины. А не сгущать краски. Насколько мне известно, в городе Мурманске ни на час не останавливался общественный транспорт. Работали все учреждения социальные. Работали школы, детские сады, предприятия, производство. А где коллапс? Как заявлял на предыдущих встречах с журналистами Алексей Веллер, на пресс-конференциях цензуры нет. Потому не отказался он прокомментировать и ситуацию с отпуском главы администрации города Мурманск Андрея Сысоева. Так вот он в полноценном отпуске не был более трех лет. У человека в начале этого года случилась трагедия в семье. Умер близкий человек. У Андрея Ивановича есть определенные проблемы с сердцем. Это ни для кого не секрет. Однако некоторые ресурсы словами некоторых депутатов обвиняли Андрея Сысоева, отпуск которого отложить по объективным обстоятельствам было невозможно в бегстве из города. Алексею Веллеру нашлось, что ответить на это обвинение. Особенно депутат Государственной Думы уделил внимание слову «мы», использованному в интервью. Да, конечно, я смотрел высказывания, выступления Ларисы Николаевны Кругловой. Но, во-первых, у меня возникает первый вопрос. Мы – это кто? Ну, у нас, я понимаю, у нас было раньше «мы», «Николай», «второй». А сейчас у нас что? Мы, Лариса, вторая? В ходе встречи со СМИ Алексей Веллер поднял тему реконструкции драматического театра, поинтересовавшись у журналистов, почему региональные СМИ не пишут, как продвигаются работы. Я вот вам скажу, что вообще-то реконструкция Мурманского областного драматического театра в соответствии с указом президента Российской Федерации должна была быть осуществлена в рамках подготовки к празднованию столетия города Мурманск. А что мы имеем по факту? Контракт с подрядчиком заключен в 2015 году. Стоимость контракта – около 500 миллионов рублей. По контракту в 2017 году объект должен быть введен в эксплуатацию. Давно там не бывали на этом объекте? Что за полтора года-то сделано? За полтора года театр развален. Подрядчику выплачено порядка 60 миллионов рублей, а реальное выполнение работ порядка на 11 миллионов рублей. Подняли на пресс-конференции вопрос покупки новых троллейбусов на деньги, якобы предназначенные для создания доступной среды для инвалидов. Ранее об этом заявляло информационное агентство «Северпост». Алексей Веллер пояснил, что журналисты агентства неверно интерпретировали попавшие в их руки документы. Само же агентство депутата крестил агентством «Фейков» или агентством «ГАФ». В соответствии с определенными бюджетными правилами профинансировать приобретение таких специализированных машин город может по программе, которая называется «Поддержка инвалидов». Понятно, да? Это чисто юридическая роспись. То есть, когда администрация города Мурманска и совет депутатов города Мурманска принимали бюджет, так как там, в отличие от журналистов агентства «ГАФ», люди понимают, что есть что, то деньги были заложены на приобретение специализированных троллейбусов. Также прокомментировал Алексей Веллер ситуацию с программой переселения из аварийного жилья. Она была рассчитана до 2017 года, однако переехали пока не все нуждающиеся в новом жилье. Депутат заверил, что работа в этом направлении, скорее всего, продолжится. Программу либо продлят, либо предложат новую инициативу, так как у существующей были свои недостатки.